Очень тяжело работать в офисе. Во-первых, шумно, отчего трудно сосредоточиться. Во-вторых, все время отвлекают и просят не храпеть. Господь не может уследить за всеми, поэтому он и создал мою соседку, бабу Валю. Дедушка выиграл миллион в лотерею. Журналисты просят его поделиться ощущениями. Ну, что я могу сказать? Я рад, что у меня теперь появилась большая и любящая семья. На улице минус двадцать пять, а девки все без шапок. Это что за понт такой? Таракана вымораживают. Мужчине достаточно знать, что в него верят. Женщине достаточно знать, что ее любят, и что она красивая, и что это платье ей не полнит, и что она не жирная, и что за баба тебе звонила. Им все надо знать. Девушка приходит к зубному врачу. Доктор, мне так страшно, даже не знаю, что лучше. Зуб сверлить или ребенка родить. Решайте быстрее. Мне же надо знать, под каким углом наклонить кресло. Сперва появилось слово. Забор пристроили потом. Пошла на кухню выключить свет. Вернулась двумя котлетами. Пить хочу. Боюсь возвращаться. Семен Маркович, а как вы узнаете время? Вы таки носите часы или смотрите в мобильный телефон? Ни то, ни другое. Я определяю время по солнцу. Ха, так ведь сегодня пасмурно. Розочка, солнце мое, скажи, сколько уже времени? Розочка, солнце мое, скажи, сколько уже времени?